Девушки отдыхают Нила, почему бы не поделиться с вами рассказом о лучших сериалах современности? Сейчас они пользуются особой популярностью. Недаром же лучшие актеры мира не чураются появляться в многосерийных новеллах. Добро пожаловать в западный мир. Здесь нет правил, нет инструкций. Здесь все только ради вас. В этом мире можно быть кем захочешь. Для начала скажу, что я рассказываю о сериалах, которые смотрел сам и которые мне понравились. И начать небольшой экскурс в мир серийного кино хотелось бы с мира Дикого Запада. Его выпустили на экраны в октябре 2016 года. Это переосмысление фильма 1973 года, который назывался «Западный мир». Руководство Warner Bros. строило планы о переиздании с конца 1990-х годов. Сначала хотели сделать блокбастер с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Компания пыталась привлечь к проекту Торсома Синха на пост режиссера и Квентина Тарантино на пост сценариста. В августе 2013 года было объявлено, что компания кабельного телевидения HBO заказала пилотную серию телесериала по мотивам фильма. Джонатан Нолан выступил в качестве режиссера, а также сценариста. Картина рассказывает о парке развлечений «Мир Дикого Запада», в котором богатеи могут почувствовать себя ковбоями 19 века. Специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили, не беда, техники починят, сотрут память и снова поставят в строй. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. А вы думали, при чём тут Шварценеггер? Да, это вновь история о роботах, которые обретают разум. Первый сезон сериала получил хорошие оценки критиков. Многие блокбастеры Голливуда могут позавидовать такому актёрскому составу и их мастерству. Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Эд Харрис, Энтони Хопкинс – это я перечислил самых известных артистов. В сериале звучат цитаты из классических пьес Уильяма Шекспира, в частности фраза «У бурных чувств». Неистовый конец из «Ромео и Джульетты» для андроидов она является триггером, заставляющим переоценивать своё восприятие реальности. Там есть ряд отсылок к «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла, например, «Синее платье Долорос» и сцена «Чаепитие в пустыне». Первый сезон оставил у меня неизгладимое впечатление. Жду второго. Кстати, компания HBO уже представила трейлер продолжения. На данный момент деталей сезона номер два не раскрывается. Главная актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что первый сезон был только затравкой на будущее. Как заявили создатели сериала, второй сезон придётся подождать. Он выйдет не раньше 2018 года. Ох, как же долго до выхода. Уже хочется окунуться в новые миры, которые представят нам сценаристы уверен. И средневековая Япония там будет. Не зря же нам доспехи показывали в конце первого сезона. А эта эпоха одна из моих любимых. А чего ждёте вы в этом сериале? Расскажите об этом в комментариях под роликом о кино в соцсетях, а также на сайте Media Holding Западная Сибирь. И приходите на просмотр в хорошем настроении. Увидимся завтра. Будет холодно, если вы меня понимаете. И я начал сочинять новую историю. И в ней будет всё то, чем вы всегда наслаждались. Сюрпризы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова